Всего несколько минут осталось до официального открытия нового бассейна в Красноярске. Сейчас тут последние приготовления. Вот видите, пловцы уже разминаются. Понятно, что церемонию открытия репетировали заранее, поэтому студенты уже покупались в бассейне и могут его оценить. Здоровый образ жизни и вода, это очень ценно в жизни на самом деле. Ну как, водичка уже? Водичка замечательная, мне нравится. Всё просто прекрасно. Кланяемся низко, полюбить нас просим, как вели добычи, хлеб и соль подносим. Официальная церемония началась традиционно с хлеба-соли для почётных гостей. И разрезание красной ленточки. И уже в воде студенты сначала показали шоу синхронного плавания. Бассейн построен в рамках проекта партии «Единая Россия. 500 бассейнов». Его длина 25 метров, он имеет 6 дорожек, а строительство длилось чуть больше года. В целом на возведение потребовалось более 150 миллионов рублей. На самом деле это дорогого стоит, не в качестве денег. Хотя и средства, они из трёх источников. Это федеральный бюджет, это краевой бюджет, это собственные средства университета. Но важно то, что у нас появляются, несмотря на разного рода трудности, в том числе экономические, такие объекты. Как рассказал ректор медуниверситета Иван Артюхов, название бассейна «Медуза» – это аббревиатура. «Медуза» – это медуза, медицинское учебное заведение. Так как это рассчитано на студентов, на преподавателей, а все не работают, учатся в медицинском учебном заведении. Поэтому студенты выбрали название «Медуза». Во время церемонии открытия организаторы решили особо подчеркнуть заслуги строителей. И руководителя подрядной организации окунули воду в одежду. Причем это не страшно, здесь пятиступенчатая система очистки воды. Это уже второй бассейн в Красноярске, построенный по программе «500 бассейнов». Первый открылся два года назад в технологическом университете. По планам в краевом центре могут появиться еще два подобных спортсооружения. Решение об этом будет принято в следующем году. Мы сейчас активно работаем над подготовкой к проведению универсиады в 2019 году в Красноярске. И в этой связи пропаганда занятий спортом, популяризирование здорового образа жизни – это очень чрезвычайно важно для всего нашего населения. Работать для посетителей «Медуза» начнет с начала следующего года. И здесь ждут не только студентов, но и горожан. Тем более, что в теплое время можно не только покупаться, но и побегать на рядом расположенном стадионе медуниверситета. Андрей Стародым, Павел Пателицын. Новости.